всех приветствую ребята продолжаем клеить обои в нашей однокомнатной квартире я сейчас вырезала вот на эту стену на первую стену у меня были уже вырезаны два первых и два вторых так называемых номера это я взяла уже вот пятый рулон от него отрезала полотно привела вот сюда потому что помните тут у меня была трещина ребят но сейчас никакой трещины нету вот по фас плюс сетка вот такая гремучая смесь вот но все равно как бы у меня тут до угла будет не резаны край здесь тоже будет фабричный край вот над дверью приблизительно 17 сантиметров в глубину и кусок 3 сантиметра вот на эту стену я тоже накроила и сейчас мы будем клеить вот эти вот эта стена и над дверью у меня клей келита оптима готовы и помешала я его полкой взяла валик своих розовой или 3 макс я нанесла сейчас вот этот маленький кусок нанесен и вернемся на большой уровень я вертикально уже нарисовала мне вот ребят пишут ничего не пользуетесь лазерным ну вот не пользуюсь я ребят при поклете я не считаю нужным что им надо пользоваться вот у кого здоровые глазки и вся жизнь впереди конечно пользуйтесь тем что светит вам глаза без очков и защищает или ограничиваются в итоге вам надо сделать чтобы была у вас вертикальная линия а уж и никакой не сделайте хоть и гайки на веревку вешать первое полотно с которого вы начинаете клеить она должна быть уровень она будет у вас как маяк при поклейке так что дальше вы уже не будете прикладывать уровень вы пойдете будете клеить уже будете ловить кромку предыдущую и будете шиться вы же не можете с середины стены опомниться и пойти клеить уровень вот ночью поэтому самое главное первое полотно не закосить зачем это нам грозит что вы рисунок не поймаете ребята может рисунок уходить все дальше и дальше так я помазала сейчас кроме низ и вверх беру стременку так вверх я там помажу и в угол а низ я помажу так а где у меня кисточка кисть у меня радиаторный по-прежнему 75 я вместе с валиком их помочила и отжала берем полотно с вами вот у меня вот тут напряжение ребята вот в этой распайки который идет освещение на всю квартиру поэтому не надо быть очень осторожный ведь работаю я одна так тут сверху коробка добра на иду до добора ребятки вверх подписан в угол я лишь не отрезал три сантиметра лишь к оставила так вот штришки мои я их прячу под обои чтобы у меня грязь тут нигде не выступала шпатель стаер у меня 1022 ребят покупайте его не знаю где вы будете покупать во всех инструментах его нету целый месяц его нет ребят я вам говорила зимой покупайте инструмент летом его не будет так и есть смотрю нету этого стаера зимой он всегда есть во всех инструментах а летом его всегда нету так это мы сделали с вами сейчас подведем второй кусок пойдем ребят я не спущусь идите за мной вместе следите обязательно и начинайте тоже у себя ремонт и сейчас вот жара пройдет и начинаете работать так что в жару клеить ну невозможно в закрытых помещениях я клею очень медленно сейчас и клеем меня вы видите я без конца его наношу хотя вообще-то производителям зимой во всяком случае 30 минут открытого время работы летом не получается из-за того что температура выше чем 25 градусов и больше чем 70 процентов влажности нас помещение так это я намазала ребят у меня уголок будет наружней так очки сейчас одеваю очки и ищу кромочку предыдущую там у меня штришки разворачиваю кромки у меня тут не резаны подвожу кромку кромки рисунок к рисуночку рукой так проглаживаю отлично получается тут надо вырезать ребята нож остренький хорош клевенький полку покупайте ребята увидите разницу когда работаешь нормальным инструментом я беру шпатель стаер 1022 и отстук разгоняю свои обои подмазала теперь беру свой шпатель и елкой в разные стороны гоню идем вниз у меня выключатель поэтому иду до выключателя и крест на крест буду сейчас вырезать обои обои и